Вы готовы? Готов, бейтс! Провод 1, бой! Его просто так не сломить. Ну и, конечно, мы видим, какая разница в массе. То, что ты уже отметил. Очень фактурный Калиниен. Вот этот оверхенд забрасывает. И видно, что попал. Да, такой широчайшей спиной Кратоса можно, наверное, двоих Фроличей закрыть. Ну и самое главное, совершенно не боится идти в рубку Кратос. Это его хлеб. Просто достаточно одного раза попасть. Не будем забывать, что это формат пятираундовый. И здесь, конечно, вымахиваться. Хотя, что я говорю, Кратосу, по-моему, все равно. Кратос не экономит силы никогда. Как, собственно, и Фролич. Левый на выходе попал. Кратос очень здорово продолжает поддавливать с правой. В челюсть было попадание. И мимо этот оверхенд летит. Прочувствовал этот удар Фролич абсолютно точно. И пошел вперед, контратаковать. Здесь спастись стейкдауном ни в коем случае не получится. Здорово по корпусу. И еще. И по голову из клинча попадает Кратос. Да, закрывается Фролич и его ведет. И Кратос добивает сейчас. Это видно у него еще больше 20 секунд. Попадает еще раз. Как стоит бразилец. Уже не стоит этот чистой воды стоячий нокдаун. Совершенно невероятная кровавая маска на его лице. Там рассечение образовала Сидорин. Дает продолжать. Нокдауна так и не было. Мы сейчас видели крупным планом все сечки на лице Кристиана Фролича. И там люди даже спрашивали, готов ли ты продолжать. Фролич с таким выражением чуть ли не по кусочкам собрались. Сейчас в перерыве у Кристиана Фролича. Давайте смотреть, что будет дальше. Это должно быть интересно и вполне возможно очень быстро. Пристреливается Кратос. Тут кидает джеб для того, чтобы дистанцию вообще понять. С джеба пошатнул, по-моему, все-таки уже Фролича. Вот отвечает. Нет, вот в таком темпе Фролич как раз поработать-то может еще. И не забывайте, что это лишние секунды для восстановления. Вот в таких разминках, конечно, бразильцу ловить, наверное, уже нечего. Потому что любой удар пропущенный. Ух ты, посмотри, левым боковым даст. Потряс чуть-чуть Кратоса. Настрелял, настрелял. Там Фролич еще и джебом до кучи. Рано списывает бразильца. Не нужно ввязываться Калинину в такие длительные размены. Нужно, да, вот этот. Ух, вот сейчас какая серия хорошая была. Вкладываться, наверное, в джеб. Потому что им может он уронить вполне. Время тает. Очень быстро уходит второй раунд. Мини-минута остается. Совершенно не форсирует Калинин, да. Такое ощущение, что взял паузу вот сейчас. Размен на близне дистанцию очень жесткий. Очень опасный для обоих. И Кратос пропустил. Челюстно продолжает терроризировать джебом. Добавляет туда еще и правый прямой. Кричит Кратосу из угла. Качай, качай. Действительно, этого не хватает. Просто стоит напротив и принимает урон. Это для него не новость, конечно. И это, в принципе, его, наверное, кредо. Но, тем не менее, для успеха нужно делать чуть больше. Не кажется тебе, что чуть-чуть подсел Кратос? Да, пока просто, я думаю, еще и экономит силы. Потому что дистанция вполне может быть очень длинная. Если не получилось рубануть сначала, то, может, и не стоит расходоваться. Очень хороший быстрый джеб у Фролича. И такое ощущение, что надоело Кратосу пропускать. Решил включиться. Зажимает у канатов соперника. Второй раунд завершен. Фролич по-прежнему на ногах. Ну как на ногах? Он, безусловно, формально после первого раунда был на ногах. Сейчас он выглядит чуть лучше. Но все равно уверенности и твердой походки в угол определенно нет. И на удар не заряжайся. Че так тяжело? Только давай. Давай, только спеши. Фу, хорошо. Кудички серенькие. Надо действовать поближе к нему. Слушай, что Саня делает. Он только на длинной дистанции может что-то сделать. Остальное ни хуя. Да, ну и полка. Ну, вы наверняка все слышали сами. Говорили сейчас Сергею, что соперник может только на определенной дистанции что-то сделать. И не очень доволен угол Сергея Калинина. Как второй раунд продвигался. Хотя и концовкой, наверное, они должны быть довольны. Все-таки там включился Сергей Калинин. Нанес достаточно много безответных ударов. Но, опять же, если смотреть на лицо Сергея, то увечий там достаточно. Конечно, меньше, чем у Кристиана Фролича. Но, опять же, джеб бразильца свое дело делает. Да, вне всяких сомнений. Третий раунд. Опять вот тот самый джеб от Фролича. Хорошо стал под него подседать, пропускать. Но не всегда. Летит Вазелин вместе с этими ударами. Остается на ногах Кристиану и продолжает работать. Мне кажется, что чуть-чуть даже поддавливать начинает бразильец. Натыкается на джеб. Но вот даже попытки есть у Фролича взвинтить темп. Насколько это получится, вот вопрос. Ух ты! Вот это тяжеленный удар. Просто как молотом ударил Сергей Калинин. Но спасается в клинче Фролич. И заплывают оба глаза сейчас у него. Да, я не уверен, что этот бой дойдет до конца пятого раунда. Потому что либо это закончится досрочным завершением, либо все-таки остановят из-за урона на лице кого-то из них. Попадает Кратос, но Фролич накидывает боковые из клинча. Не собирается сдаваться этот бразилец. Подключился Сергей. Видно, что тоже он временами так активизируется. Здесь на выходе из уклона хорошо левым попал. Скорость по-прежнему при нем. И это может сработать на руку Фроличу. Самое страшное такое ощущение уже позади для него. Для меня самое удивительное, конечно, это то, как он стоит и держится. Я увидел, что ты ужаснулся количеством крови на лице и того и другого. Да, абсолютно точно. И самое-то главное, что у Сергея Калинина каждую секунду сечек становится все больше и больше. Ты вот говорил о том, что не уверен, что бой дойдет до решения из-за увечий на лице Фролича. Но на самом деле увечий на лице Калинина тоже немало потряс. Сейчас вспоминаю, что мы в начале второго раунда уже готовы были попрощаться с Кристианом Фроличем. А какой бразилец, а? И я думаю, что вне зависимости уже от результата этого боя, Фролич себе несколько контрактов в кулачке выбил. Да, однозначно. Заявил о себе, как о парне, который не сдается и которого вообще не надо списывать ни при каких раскладах. То же самое было в ММА. Причем в самом начале 2023 года он дрался против мух. Да, если спросить, что такое кулачка, можно смело показать вот то, что показали нам сейчас на экранах. Вид одного и потом вид другого. Жестко встречает джебом Фролич. Не дает приближаться к себе. Не застаивайся. Не застаивайся. Да, недовольный, конечно, в углу Сергея Калинина тем, что застаивается их подопечный. Но вот сейчас он отвечает очень неплохо. А Фролич пытается искать счастье своим быстрым джебом. Фролич еще хорош в движении, но здесь какие уклончики очень классные, своевременные. От Кратоса пыли и пропускает он. Еще раз пропускает. Достаточно ощутимые удары. Да, не знаю уж, открылось второе дыхание. Слева попал Фролич. Открылось у него второе дыхание или нет, но Кураж он точно поймал. Еще обоюдный джеб. Просят, что нужно подбираться к Калинину для того, чтобы ударить хорошо. Там же шикарный оверхенд. Почему им не пользуются совсем? Может быть, скорость уже не та? Да, не достает Сергей Калинин. И мы сейчас даже видели, да, насколько удары не такие резкие, как они были даже еще два раунда назад. Но вот попал сейчас навстречу, на самом деле, и Калинин, но и после этого еще и Фролич донес. Обмен джебом, причем дважды подряд. Уклоны, удары. Вновь слева, чуть-чуть более точен Кристиану. Да, откопали же этого бразильца. Как же он хорош. А он просто вдохновляюще дерется. Да, очень неожиданно раскрылся сейчас для многих. Кристиану Фролич чудовищный урон на лице у Кратоса. Продолжает рубиться. Там просто уже маска на грудную клетку. Сползает красная. Здорово от Калинина. Еще одно попадание справа. И не могут остановить. Парней, как бы там ни было. Абсолютно точно. В этой ситуации останавливать бой из засечек нет никакого смысла. Часто приходится общаться с судейским корпусом. И есть, безусловно, определенные правила. У Кристиана Фролича, уж простите, немножко на азиата сейчас. Он смахивает. Да, как гласила одна песня. Нагана через щели на опухшем лице. Смотрит, как прицел. Лучше и не скажешь. В данной ситуации джеб Кратоса работает. Там уже и шорты совершенно не белые у него. Что уж говорить о бинтах. Здорово. Между рук. Отлично. Пробивает Фролич. Еще разок. Никто, никто не жмет на курок раньше времени. Уклоняется сейчас. Кратос пропускает. Очень хорошая двойка залетела от Фролича. Вновь размен. Здорово. Как, за счет чего держится Фролич? Я вообще абсолютно не понимаю. Невероятный боец. Он продолжает бить, продолжает принимать. И ведь совершенно непонятно, видит ли он вообще что-нибудь. Обоюдно. Судя по тому, что от ударов выходит, еще и успевает попадать. Наверное, все-таки что-то видит. Есть еще сила у Кратоса. Да, их не так много, но он пытается идти вперед и отработать первым номером. Но бразилец быстрее. И какие апперкоты наносит. И сейчас, возможно, имеет как раз шанс для того, чтобы уронить своего оппонента. Кратос атакует, отвечает бразилец. Ну что за роботы, а? Это просто невероятный поединок, который точно войдет в историю. Полная арена. Уральца сейчас просто с замиранием сердца следит за окончанием этого поединка. 20 секунд остается. Да, просто как по сценарию. Именно такой поединок должен был возглавить первый турнир в истории RCC Hard. Жестко. Как же тяжело Кратосу. И он пропускает, но он идет вперед. Он контратакует. Он не отсиживается в обороне. Ну и Фролич, а? Просто аплодисменты, да? Вот сейчас я буквально... И катманы всячески работают над тем, чтобы минимизировать этот урон. Ну а мы смотрим, как бил Фролич. Едва-едва мы вначале не списали этого бразильца. А он просто как птица Феникс вас... Сергей! Кратос!